и снова всем здорова сейчас мы начинаем специальный мануальный массаж положу и клиента смотрите как я вам уже рисован схему до что начинаем с левой стороны работать только с половинкой да вот ягодиц соответственно до головы поэтому надо свое полотенечко завернуть просто за одежду за белье клиент чтобы его не пачкать мы там можно 40 попачка до чтобы носа все оставалось чисто и вот довертила беды на кости оголяем потому что здесь будем работать и души и соответственно эта рука у нас полностью открыто если работаем без дырки в столе дата может было повернуть камни куда получается что видите у нас еще шея открыта будем еще здесь работать а эта рука чтобы не мешала мы не задевали там да не били по ней лучше убрать ее наверх просто чтобы не мешало вот такая поза и соответственно человек лёг неровно да то ничего зазорного нет если вы его там подровняете потяните как надо вот сразу можно проверить например длину ног стыку и многие вот так вот да подровняли чтобы щиколотки вот эти косточки были близко друг другу загибаем под прямым углом вот туда стопы и смотрим равны не равны не надо нет и 5 если не равны да если она например длине показывается то вот так поднимаем таким образом мы из теста исключаем дозобедренный крестцовый сустав только остаться колено и щиколотка да только здесь мы смотрим то есть ровно по оси человека опасно нашу на себе иначе вы подвинете вот так вот уже будет много ниже да видите вот выровняли посмотрели по пяткам и по вот этим косточкам просвет и также глядим в этот просвет опускаем ноги у нее равны но бывает вот так вот соответственно так равны ноги до опустили получается одна короче другая длине получается значит что у нас в тесте теперь участвуют козобедренный сустав и персово подвздошного с этой стороны значит где-то в них помеха есть вот ноги тогда уже не обращаем внимание можно забыть закрыть конвертиком раз потому что особенно у женщин холодные бывают стопы да пока массаж делается частным полчаса могут ноги остыть когда тестируем здесь если обнаружили эту проблему начинаем достигнуть есть ну во-первых прощупали сам позвонок позвонки остистые отростки да по центру они или они в бок идут как-то там молодец там сколиоз у человека да вот эти косточки прощупали где ямочки да ямочки 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 да где ямочки это кости соответственно между ними идет l5 s1 это базис нашего тела вот кости это вот эти ямочки здесь находится вот между ними как раз l5 s1 и между ними получается вот так по диагонали идет пояснично-подвздошный ой пояснично-подвздошный сустав а вот тут крестцово-подвздошный сустав то есть ппс 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 кпс да видно вот здесь вот ппс сустав да и вот так вот кпс видите там кстати массажиста очень редко на место обращать внимание но там самые зажатые места вот он такие мышцы по сантиметра будут примерно три сантиметра связка идет то есть мы проверяем соответственно позвонки пошли ну вот у нее в данном случае все ровно да вот эти ямочки и видно да что получается здесь расстояние чуть короче чем здесь здесь подлиннее вот вот как раз вставляем пальцы да и смотрим здесь вот два пальца входит а здесь ну два с половиной вот пальцы проходит ведь вот это расстояние здесь больше получилось что можно нам подсказать что таз ушел вот туда вперед скорее всего проверяем теперь сам таз смотрим сбоку его во первых он выше оказался видите как он там поет что-то дать ему что-нибудь пожелать на видео просто будут все звуки слышны вот видите насколько здесь выше чем здесь проверяем передние косточки на переднюю надо спереди смотри здесь сейчас не очень понятно передний уголок смотрим вот этот над ямочкой делать пока высота здесь чуть-чуть тоже выше видите вот чуть выше смотрим снизу где они заканчиваются вот и получается ниже чуть-чуть вот это ниже вот наши реперные точки получается смотрите перейдем голова по здесь до прощупали сверху прощупали вот эта часть вот тут где почек заканчивается вот тут сверху да и примерно сантиметров 5 на размером со спичный коробок он снизу снизу прощупали какой выше не туда чтобы понимать нащупал да вот это соответственно если здесь она прошла сюда то скорее всего эти мышцы будут укорочены смотрим бедро по высоте выше чуть-чуть здесь бедро да и по высоте у так вот стола вот отсюда вот это получается выше ну может быть человек неровно лёг дамом отправить может быть вот и теперь самые болевые места значит и 5 с 1 кладем ладонь сюда и мягко прожимаем тестируем жена мягко просто нажал один раз и спрашивают больно в глубине или нет езды нужно спросить насколько больно то есть по шкале допустим до 5 на тройку на четверку 3 4 вот значит есть три четыре то похоже что там протруй за 4 миллиметра точно есть потом два сантиметра примерно позвонки смотрите российского они по два пальца друг от друга расстояние сюда положили потом сюда между ними надо или потом сюда надо ну как правило с чаще всего грыжа бывает именно в нижних трех могут там четырех межпозвонковых дисках это самое основное раз проверили два проверили это говорит боль не боль не больно да вот у меня все нормально иногда бывает отдает вперед в живот да тогда это просто мышцы антагонисты тогда знать что такое то есть наш позвоночник как флагшток это натянут со всех сторон мышцами слева справа спереди сзади да сзади соответственно это поясничная вся группа мышц квадрат на этом не держит если на ощупь они мягкие посмотрите иногда бывает человек голову поднимает и сразу напрягаются мышцы приближать чтобы лежал то значит не они виноваты да значит если еще отражение фонда или она говорит в животе например да тянет значит это передние пояснично подвздошная мышца вот здесь вот она выстилает все такое идет от 1 12 грудного позвонка до тянется вот сюда и повисит подвздошная мышца и выстилают внутри тазовую кость и крепится крепится вот там к ноге вот этому выступ вот в глубине она там идет да то тогда это нам сигнал на будущее чтобы прошел проработали будет еще мышцу до сейчас пока нас интересует спина значит вот эти точки мышцы прощупали докуда идет общем боль тут же находится смотрите два пальца ступаем находится фасеточный сустав вот они эти суставы щели видите вот мы как бы сверху нажимаем щели получается здесь вертикально когда человек лежит они горизонтально то есть мы как раз их прижимаем вот так вниз и спрашиваем слева справа больно не больно да здесь него справа одинаково вот так потому что больно да справа собой стороны значит вот эти фасеточный сустав они уже осели начали уже осели вот так вот получается что там может возникнуть артрит артроз дал мы еще больше сдавили и вот это сигнал но могут быть мышцы если мышцы да то тогда может может быть не суставная более мышечная тогда мы мышцу так туда сюда перспендикулярные прощупали вроде нормально да далее вот отсюда вот этих ямочек вот так прямо по-другому вот тут начинается большая ягодичная мышца не больно то есть вот ее . продавили здесь примерно угол такой получается градусов где-то есть 15 вот до сюда она идет большая ягодичная значит точку где она крепится здесь прощупали если боль есть то можно еще серединку прощупать здесь вот идет средняя ягодичная перпендикулярно точно больно да чувство чувствуешь да добрый перескакивает это напряжение то есть вы чувствуете саму карандаш и да утром по мышцы это вот водится прям чувствуете жестко вот это средняя ягодичная и мало ягодичная как правило то женщин очень часто будут болезненно вот тоже вот эти точки до точки по три точки да и спрашивается слева справа главное если одинаково боли дату в принципе не важно симметрия а если острая боль да соответственно отсюда нервный корешок какой-то нервный корешок здесь зажатый здесь боль да идет сюда и вот он от него воспаляется это мышца тут находится грушевидная мышцы получается вот от крестца найдет она поглубже находится поэтому давим там глубоко туда прям глубоко и крепится вот тут где-то серединка ее серединка вот где ее середина там как раз и идет все дальше нет на такой толстый получается вот прям по центру и соответственно мы перпендикулярно ее лежали и проверили протестировали есть боль нет и более здесь у меня вот это вот ягодичная это посредняя годичная дальше нарваться идет в ноги вот посередине проверили ну по сути да если у нас например с этой стороны не болит дальше не тестируем одну эту сторону по центру надавили не на коленке на коленке бедра посмотри бедра 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 здесь сильно можно даже локтем надавить женщина за ухали заехали теперь с этой стороны по центру и примерно ладонь наступаем и вот здесь основные места потом идет нерв вот пациенту здесь он раздваивается значит от от сгиба от складки два пальца отступаем вот по центру получается подавили и два пальца в бок продавили прям при этом и придавливаем нет к и малоперцовой кости будут подарили там ну вот у меня ножка тоненькая дату два пальца а если у вас вот широкая нога получается вот акцент на три позиции три пальца если она дернулась ну если болит да то можно еще вот по центру икры все продавить и нас интересует на самом деле вот эту часть ну давай уж нарисуем да вы видно доставай только раз так на самом самом деле вот нерв пошел вот этот раздваивается вот сюда и здесь на пошел вот так большому большому пальцу отсюда соответственно наши точки докладки вот здесь вот здесь практически через каждую там три сантиметра можно на то что мы отмерили два сантиметра сюда вот два пальца сюда и два пальца сюда вот эти точки и так идут точки которые мы тестируем это иннервации седали что нервы причина может быть такая первое это грушевидная мышца до проверили нет не она это можно смещение позвонка прощупали но тут увидим больше расстояния может быть из-за этого она короче надеюсь это и выше видно ой средняя ягодичная мышца следующая причина может быть грыжа которая давит на нервный корешок вот на этот соответственно слева справа проверяю какую сторону она давит может быть это фасеточные суставы тоже какой четвертая причина тогда это боль идет суставная уже так но следующие точки для теста это вот как правило подними руки так вот это сдаешься о лицами хорошо минутами это получается вот отсюда идет до лопатки трапециевидная мышца также по центру и по краям и и тестируем потом уголок лопатки вот здесь сюда идет леватор скопулус мускулус все пускай руки вот как правило на них вот эти точки тестируем трапецию сверху тестируем вы можете руки уже пустить вам просто чтобы найти . чтобы найти середина лопатки да вот эти вот точки ну и подчерепно да вот здесь вот точки самую как бы самая так скажем триггерная зона у нас да точно конечно много я все не будут показывать достаточно вот этого это для первого теста достаточно и вы соответственно уходите может фотографировать картинку фотографируем вот теперь вы и стены дальше дальше вот так вот за кости берете а пусть фотографируем да давай давай на то с ними потом нам группу выложишь да нет да не чуть-чуть